всем привет вы на канале нитка kz меня зовут джонара это видео мастер-класс по вязанию сумочки из трикотажной пряжи на этом мастер-классе мы свяжем вот такую небольшую сумочку кросс боди через плечо вяжется она очень легко и этот видео урок подходит для новичков по размеру сумка получается высотой 17 шириной 23 сантиметра сумка будет состоять из двух деталей это задняя стенка сумки и клапан и передняя стенка сумки если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии я желаю вам приятного вязания делитесь вашими работами в инстаграме отмечайте мой аккаунт нитка . kz растяните пряжу перед вязанием и делайте так в процессе всей работы затем оставляем кончик нити примерно 3 сантиметра набираем цепочку 17 воздушных петель и 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 вяжем первый ряд первую петлю пропускаем вводим крючок во вторую петлю и вяжем столбик без накида и так продолжаем вязать вяжем до конца ряда всего 16 столбиков без накида продолжаем вязать первый ряд до конца самостоятельно закончили связали первый ряд 16 петель в конце каждого ряда делаем одну воздушную петельку для подъема следующего ряда и также мы можем спрятать кончик нити внутри петель второго ряда вяжем второй ряд вводим крючок под две полупетельки и провязываем прибавку два столбика без накида в одно основание связали прибавку далее продолжаем вяжем без прибавок 14 столбиков без накида продолжаем дальше вяжем без прибавок 14 петель и остается последняя петля в эту петлю мы вяжем прибавку два столбика без накида в одну основание не забываем в конце каждого ряда делаем воздушную петельку и так у нас сейчас 18 петель вяжем третий ряд без прибавок провязываем 18 столбиков без накида вяжем четвертый ряд в первую петлю делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание затем 16 столбиков без накида заканчиваем третий ряд в последнюю петлю вяжем прибавку 2 столбика без накида в одно основание и того у нас получается 20 петель далее мы продолжаем вязать самостоятельно еще 12 рядов с 5 по 16 ряды по 20 петель в каждом ряду без прибавок закончили связали еще 12 петель без прибавок и того в общем у нас получается 16 петель это передняя стенка сумки отрезаем кончик нити и прячем его внутри петель последнего ряда давайте измерим нашу деталь получается длина 23 сантиметра и высота 17 сантиметров и теперь нам нужно связать еще одну такую же деталь но она у нас будет немножко длиннее вот мы с вами связали вторую деталь здесь я продолжила вязание до 27 ряда провязала 20 петель в каждом ряду вот здесь у нас заканчивается 16 ряд и далее еще 11 рядов по 20 петель в каждом ряду продолжаем вязание для того чтобы связать клапан нам нужно сделать убавки мы вяжем 1 столбик без накида из 2 петель затем продолжаем вяжем 16 столбиков без накида и в конце ряда остаются 2 петли из них мы тоже делаем убавку и вяжем 1 столбик без накида и того у нас должно получиться сейчас 18 петель предпоследний 29 ряд вяжем без убавок 18 столбиков без накида закончили и вяжем последний 30 ряд вначале делаем убавку 1 столбик без накида из 2 затем 14 столбиков без накида и в конце тоже делаем убавку 1 столбик без накида из 2 закончили 30 ряд и того 16 петель кончик нити отрезаем и аккуратно прячем внутри петель последнего ряда итак мы связали вторую деталь давайте измерим ее длина 31 сантиметр ширина 23 сантиметра здесь у нас 16 рядов и здесь еще 14 рядов для клапана теперь нам нужно сшить 2 детали вместе давайте посмотрим на них в начале вы видите вот здесь у нас идет парный рисунок так мы можем посчитать у нас получается 8 пар с другой стороны у нас немножко отличается рисунок вот эта сторона внешняя вот эта сторона внутренняя то же самое и здесь там где мы можем найти пару это внешняя сторона сумки а это у нас внутренняя сторона сумки для того чтобы пришить 2 детали вместе мы прикладываем их внешними сторонами друг к другу внизу большая деталь и сверху маленькая получается как бы они у нас вывернуты наизнанку сейчас и теперь пришиваем их вместе вводим крючок за боковые петли в шестнадцатом ряду здесь я отметила маркером шестнадцатый ряд берем новую рабочую нить оставляем небольшой кончик в начале делаем воздушную петельку и затем уже вяжем столбиками без накида вводим крючок в следующие петли и продолжаем так далее вводим крючок в последние петли в каждом ряду и провязываем столбиками без накида и того всего нам нужно связать сейчас шестнадцать петель до угла до донышка сумки а о о в вот мы с вами закончили пришивать первую часть и того у нас получается 16 петель теперь пришиваем точно также донышко сумки здесь у нас тоже 16 петель здесь мы вводим крючок за обе полупетельки и провязываем столбиками без накида и так мы с вами продолжаем вязать обвязываем по донышку сумки и вторую боковую сторону мы заканчиваем обвязку сумки обратите внимание вот у нас последняя петелька мы тоже ее вяжем столбиком без накида и затем ниточку можно отрезать и кончик нити спрятать внутри петель мы можем не выворачивать сумку оставить ее так но я хочу все-таки вывернуть то есть эта сторона у меня сейчас внутренняя я беру сумочку и аккуратно выворачиваю ее на внешнюю лицевую сторону и теперь нам осталось только установить фурнитуру на сумку это портфельный замочек и цепочка и вот а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прошиваем здесь Готово И теперь нам осталось только прошить вверх подкладки Отгибаем сверху примерно 1 или 1,5 см Вы можете предварительно померить Положить подкладку в сумку И посмотреть сколько сантиметров вам нужно отогнуть И аккуратно прошиваем Готово Прошили сверху и теперь можно пришивать подкладку к сумке Подкололи подкладку к сумке булавками с четырех сторон И вот здесь на одинаковой высоте мы будем с вами пришивать вручную Субтитры сделал DimaTorzok И теперь нам осталось только прикрепить к сумочке цепочку Также у меня на канале есть много видео мастер-классов о том Как связать различного вида лемешки для сумок Вы можете посмотреть эти видео по ссылке в описании под видео Здесь же я решила использовать просто цепочку с кольцами И прикрепляю ее по бокам сумки Субтитры сделал DimaTorzok И вот наша сумочка готова Мы закончили У меня ушло примерно три часа на изготовление этой сумки Давайте еще раз посмотрим внутри Вот так у нас выглядит подкладочка Сумка хоть и небольшая, но очень вместительная Внутрь поместится кошелек, косметика, ключи и другие необходимые мелочи Давайте измерим готовую сумку Получается ширина примерно 23 см И высота 17 см Я желаю вам приятного вязания Отмечайте меня на ваших готовых работах в инстаграме Мой аккаунт knitka.kz И конечно же обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал Здесь очень много интересных видео по вязанию сумочек из трикотажной пряжи и шнура До новых встреч!